Семье Арслана Курманбекова, погибшего при тушении пожара на Медео, выплатят компенсацию в 13 миллионов тенге. Об этом заявили в Алматинском департаменте по чрезвычайным ситуациям. Деньги родственники получат через полгода после вступления в наследство. Старшего пожарного спасателя руководство МЧС представило к госнаграде. А в Алматинских горах тем временем до сих пор ликвидируют очаги. Корреспондент КТК Денис Брагин работал на месте. Пожар на Медео тушат почти четверо суток. По словам спасателей, ситуация нормализована. Сейчас открытого огня уже нигде нет. Осталось лишь несколько тлеющих участков. Их продолжают заливать водой с земли. На месте работают 50 пожарных. Очаги окапывают, а затем поливают с помощью ранцевых огнетушителей. Осложняет дело рельеф местности и порывистый ветер. Пострадавший при пожаре спасатель находится дома на больничном. У него диагностировали ушиб. Погибшего Арслана Курманбекова посмертно представили к награде. А его семье пообещали выплатить больше 13 миллионов. Модпомощь родственники получат через 6 месяцев. Единовременное денежное довольствие в виде 60-месячного денежного содержания будет составлять более 13 миллионов тенге. Будет выплачена компенсация на расходы на погребение. Эта сумма предусмотрена в трехмесячном денежном содержании. Это составляет примерно около 600 тысяч тенге. Начальник рассказывает, 29-летний сержант Курманбеков устроился в пожарную часть 8 лет назад. В свободное от службы время учился в университете. Никогда ни с кем не ссорился. Любил проводить выходные в компании друзей на природе. А недавно собрался жениться. И уже вовсю готовился к свадьбе. У Арслана остались пожилая мать и несовершеннолетний брат. Он и улыбался. И видно было, что он очень счастлив какой-то. Соответственно спросил, он ответил. Вот да, у меня есть девушка. Мы с ним дружим 4 года. Дай бог, дай Аллах. В этом году скоро летом сыграем свадьбу. Сейчас оповестил. Мама, все в курсе. Выбираем ресторан. Площадь сгоревшей территории остановилась на отметке 3000 квадратов. По предварительной версии, к возгоранию причастны люди. Специалисты не исключают, что кто-то в неположенном месте разводил костер. Или намеренно поджег сухостой. Точную причину установят следователи. Ликвидировать пожар спасатели намерены в течение суток. После предстоит подсчитать ущерб. Как рассказали в нацпарке, на поврежденной территории были в основном засохшие тяньшанские ели, поваленные ветром в 2012 году. Редкие растения не пострадали. Высаживать на обгоревшем склоне новые деревья пока не планируют. Естественное восстановление природы займет не меньше 10 лет. Денис Брагин, Вячеслав Тимофеев, Алмаз Абдешев, КТК, Алматы.